Конец 2017-го, начало 2018-го стали по-настоящему рекордными по количеству документов, принятых в стране, направленных на развитие бизнеса и самозанятости. Что в первую очередь стоит выделить? Ну да, вы абсолютно правы. За последнее время, за последний буквально квартал, три месяца принято восемь нормативно-правовых актов. Это и декреты, и указы, и в их развитии другие документы. Я бы хотела обратить внимание на известный декрет номер семь, который направлен на развитие предпринимательской деятельности. Обсуждаемые, скажем прямо, документы. Обсуждаемые, да, наверное, уже у всех на слуху. Отдельно выделить вопросы о занятости физических лиц, о возможности имя осуществлять ряд новых видов деятельности, а также вопросы развития общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания сельской местности. Плюс к этому указы о развитии агротуризма и ремесленной деятельности. Итого восемь, ну скажем так, резонансных документов. На чем стоит остановиться подробнее? Ну я бы еще дополнила предыдущий наш вопрос. 376 указ, который будет регулировать контрольную деятельность. Тоже очень много изменений в него внесено. И известный декрет нашумевший, который, наверное, нету нигде в мире. Это декрет о цифровой экономике, декрет номер восемь. А вот здесь немного подробнее. Ну, на сегодняшний день это действительно революционный, уникальный документ. На сегодняшний день им четко определены статус парка высоких технологий. В этом декрете прописаны правовые режимы для разработки, использования и внедрения токенов. То есть на сегодняшний день предприятия могут заниматься этими вопросами. Вопросы блокчейн-технологий, наверное, у всех на слуху. Но даже я не очень понимала до того, как принят этот декрет. И внимательно я его почитала, что это... То есть, другими словами, документы гиперсовременные. Безусловно. Они как минимум идут в ногу со временем. Что говорит бизнес об этих документах и что ждать бизнес-сообществу? Ну, давайте вернемся опять к декрету номер 7. Его преамбула и, в принципе, вся его, скажем, идеология настроена на взаимодействие государства и бизнеса. И государство этим декретом, этими положениями отдают бизнесу часть своих полномочий, перекладывая ответственность за принятие решения. Мы все прекрасно понимаем, что бизнесмен — это тот человек, который принимает решения во всем. Он принимает решения, как строить свой бизнес, он принимает решения, что производить, он принимает кадровые решения, налоговые решения. И здесь зачастую он был связан рамками и административных процедур, и каких-то иных требований до открытия бизнеса. Скажем так, в 7 декрете очень большой раздел посвящен уведомительному принципу начала определенных видов деятельности. Это 19 видов деятельности, которые связаны в том числе с розничной торговлей, с общественным питанием, с оказанием ряда услуг, с оказанием психологической помощи. И для каждого отдельного вида деятельности был предусмотрен нормативно-правовой акт. Будь то внесение в торговый реестр, в реестры брутовых услуг, еще куда-то. Сегодня субъект хозяйства не должен ждать совершения этой административной процедуры. Он может при соблюдении всех условий уведомить районные власти, исполнительные власти о том, что он начинает вести свой бизнес. Ему совершенно не надо ждать того момента, когда эта разрешительная система заработает. То есть бизнес принимает на себя ответственность за выполнение какого-то объема работы, государство ему делегирует эти права. Доверительные отношения. Как считаете, вот это самое потепление бизнес-климата в стране, оно должно принести новая бизнес-единица? Знаете, на сегодняшний день я не могу сказать, что резко возрастет количество предпринимателей, хотя мои ожидания, наверное, будут где-то колебаться в районе индекса делового оптимизма. Но сегодня многие говорят о том, что с принятием последних нормативно-правовых актов он вырос на 14%. Поэтому как минимум 14% мы ждем прироста в этом году. С плюсом, да. Ну, а вообще, в принципе, действительно, динамика численности и субъектов хозяйствования малых предприятий, и субъектов хозяйствования индивидуальных предпринимателей, она находится где-то в таком, в относительно спокойном состоянии. Но я думаю, что все-таки с принятием этих документов количество и индивидуальных предпринимателей, и юрлиц возрастет, а самое главное, возрастет количество физических лиц, которые, наконец-то, выйдут из тени и смогут совершенно спокойно осуществлять свой вид деятельности, как у нас долгое время в рекламе «Заплати налоги» и «Спи спокойно». Сделаем каждый свой вывод. До новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Спасибо.